Всем привет, друзья! На связи МК. Меня зовут Михаил Крошин, сегодня говорим про процессоры. AMD недавно выпустила новую линейку Ryzen на архитектуре Zen 2, которая уже появилась в продаже в России, за исключением 3900X и топового Ryzen 9 3950X, который появится в сентябре. У Intel в ближайшие полгода обновление не планируется, у меня у самого i7-9700K, и если честно, на текущий момент я выбрал бы совсем другой процессор. Но об этом далее. Итак, давайте выясним, какой лучший на текущий момент процессор по соотношению цена-производительность для различных задач. Поехали! Лучший ультрабюджетный CPU AMD Athlon 20GE. Нужен компьютер для серфинга в интернете и просмотра фильмов? Не запускаете ничего тяжелее танков или доты 2 раз в неделю? А может собираете себе топовый ПК, но не хватает денег на все комплектующие сразу? Тогда AMD Athlon 20GE ваш выбор. Его процессорная производительность чуть хуже двухъядерных Intel Pentium последних поколений. Зато интегрированная графика Vega 3 даст прикурить Intel HD Graphics. А с учетом того, что стоит он дешевле 3000 рублей и на 1000 дешевле Pentium, он становится бестселлером в дешевом сегменте, ибо он без проблем справится с большинством пользовательских задач и простых игр. При этом его пусть и неофициально, но можно разогнать, как и любой другой Ryzen, что дает прибавку в производительности до 20-25%. Конечно, до 4-х ядерных CPU все еще далеко, но если вы собрали себе мощный ПК, а на процессор денег не хватило, то такое решение позволит поиграть в большинство современных, не особо требовательных процессору игр. А в будущем, так как сокет тут AM4, на место Athlon можно поставить хоть 16-ядерный Ryzen 9 3950X. Лучший бюджетный CPU AMD Ryzen 3 2200G. Если бы мне кто-то 3 года назад сказал, что за 5000 рублей можно купить современный 4-ядерный процессор, то я бы просто рассмеялся. Но спасибо AMD, теперь это реальность. Ближайший конкурент этого процессора из стана синих это Core i3-8100. Однако он стоит на 4000 рублей дороже, да и к тому же имеет интегрированную графику, которая слабее Vega 8 как минимум в два раза. Так что никакого смысла в данном случае брать процессор от Intel нет. Конечно, можно сказать, что на рынке уже появились Ryzen 3 200G и 3 400G. Но следует понимать, что единственное различие между 2000G и 3000G это обновленная архитектура Zen Plus у последних. Что даст лишних 100-200 МГц в разгоне процессора и почти ничего не даст в разгоне графики. С учетом того, что новый 3 200G стоит на пару тысяч дороже 2 200G, нет никакого смысла в покупке обновленного APU. Лучшие базовые CPU AMD Ryzen 5 2600 и Core i5-9400F. Да, еще пару лет назад шестиядерные процессоры были топовыми, теперь же они базовые для комфортной работы. В этом случае покупка процессора от Intel имеет смысл. Оба эти CPU имеют рабочую частоту около 4 ГГц. Для Ryzen она достигается в разгоне, но он доступен на большинстве плат и проблем не создает. Напомню, что разгон процессоров Ryzen доступен на всех чипсетах за исключением A320, о чем мы рассказывали в прошлом видео. Оба процессора имеют 6 ядер, но у Ryzen есть поддержка многопоточности, то есть он имеет 12 логических потоков. Казалось бы, из-за этого Ryzen 5 2600 точно быстрее своего синего конкурента, но не так все просто. Да, при многопоточной нагрузке решению от Intel приходится не сладко, конкурент оказывается быстрее на 10-30%, но если мы берем игры, где важна однопоточная производительность и быстрая работа с ОЗУ, то архитектура Zen Plus показывает себя не с лучшей стороны, проигрывая зачастую 10-15% FPS. С учетом того, что решение от Intel стоит в среднем всего на 1000 рублей дороже, тут уже нужно делать выбор вам. Если вы планируете только играть, то переплата за Core i5-9400F того стоит. Если же вам интересны не только игры, но и рабочие задачи, имеет смысл брать Ryzen. Лучший среднебюджетный процессор AMD Ryzen 5 3600 Вот мы и подошли к новым Ryzen и, как мы и ожидали, Ryzen 5 3600 на архитектуре Zen 2 стал лучшим выбором в своем ценовом сегменте. При этом, как обычно, переплата 10-15% стоимости за более быстрый Ryzen 5 3600X смысла не имеет. Все современные процессоры AMD поддаются разгону, так что лучше потратить разницу в цене на более быструю ОЗУ или мощный кулер. Что же мы получаем за 15 тысяч рублей, которые стоит этот новый Ryzen? 6 ядер и 12 потоков, частота до 4,2 ГГц, 32 МБ кэша и гарантированная работа с плашками памяти на 3200 МГц. И если эти характеристики после Ryzen 5 2600 не особо удивляют, то после изучения тестов становится понятно, что AMD провела под крышкой очень большую работу. По одноядерной и многоядерной производительности этот процессор оказывается на уровне Core i7-8700K, который стоит, на минуточку, дороже 25 тысяч рублей. По игровой производительности этот CPU выступает на уровне Core i5-9600K, который опять же стоит на 3-4 тысячи дороже. В итоге Intel тут совершенно нечего противопоставить. Какой-нибудь Core i5-9500 смотрится за те же деньги просто смешно. Так что Ryzen 5 3600 становится как лучшим процессором для работы, так и лучшим процессором для игр в среднеуровневом сегменте. Лучшие высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 7 3700X и Core i7-8700K. И тут красные давят на синих. За 25 тысяч рублей AMD предлагает 8-ядерный 16-поточный процессор с максимальной частотой 4,4 ГГц, 32 МБ кэш-памяти и гарантированной поддержкой ОЗУ DDR4-3200 МГц. И да, брать старший Ryzen 7 3800X на 5 тысяч дороже, чтобы получить лишние 100 МГц частоты, точно не стоит. Опять же, по характеристикам, он кажется хуже Core i9-900K. Однако на деле, в большинстве тестов, из-за улучшенной архитектуры Zen 2, новый Ryzen оказывается на уровне текущего флагмана синих для LGA 1151-V2. Но в играх AMD все еще не дотягивает до топа, и в итоге, производительность нового 16-поточного камушка, в них опять же оказывается приблизительно на уровне Core i5-9600K. Барабанная дробь. И тут на сцену выходит Core i7-8700K. За те же 25 тысяч рублей он имеет только 6 ядер, из-за чего в вычислительных задачах медленней на 20-25%. Но как только дело доходит до игр, быстрая работа с ОЗУ и неразделенный на части кристалл начинают играть в свое дело. И этот двухлетней давности процессор оказывается быстрее восьмиядерной красной новинки на 5-15%. Поэтому тут все просто. Если вы планируете в основном только играть, то ваш выбор это Core i7. Но если в первую очередь вы используете ПК для тяжелых вычислений, то тут Ryzen снова берут вверх. Пришло время поговорить про лучший игровой процессор. И это Intel Core i9-9900K. Когда мы говорим о топовых сборках за 150 плюс тысяч рублей, то тут обычно лишние 10 тысяч рублей уже особой роли не играют. Поэтому если вы хотите достичь максимальной производительности в играх, то вы скорее всего уже выложили под сотню тысяч рублей за 2080Ti и топовый монитор G-Sync. И единственным подходящим для вас процессором в данном случае является Core i9-9900K. Это непокоренный лидер для игр, который идеально подходит для получения 150 плюс FPS в 1080p и даже в 4K, где основной упор идет на видеокарту. Но все еще лучше абсолютно всех конкурентов. К тому же стоит поблагодарить AMD, процессор, который на старте продаж полгода назад стоил почти 50 тысяч рублей. Сейчас можно найти за 33-35 тысяч, так что он всего на 7-10 тысяч или от силы 5-7% от общей стоимости сборки дороже своего конкурента в лице Ryzen 7 3700X, обеспечивая в среднем на 10% более высокий FPS. Так что если вы хотите получить абсолютный максимум FPS в играх, i9 будет лучшим выбором. А теперь лучший рабочий процессор. Я думаю вы уже поняли. Это AMD Ryzen 9 3900X. 12 ядер в пользовательском ПК на сокете AM4. В это сложно поверить, всего 4 года назад линейка высокопроизводительных процессоров от Intel заканчивалась 10 ядрами и стоили такие процессоры несколько тысяч долларов. Теперь же AMD предлагает 12-ядерного, 24-поточного монстра с рабочей частотой до 4,6 ГГц и умопомрачительным объемом кэша третьего уровня в 64 МБ за достаточно скромные для такого CPU 38,5 тысяч рублей. Всего месяц назад столько стоил 8-ядерный Core i9-9900K, а 12-ядерный Core i9-7920X стоил на 20 дороже. Производительность такого CPU можно охарактеризовать просто. Нереальная мощность в домашнем ПК. В тестах он играючи обходит всех 12-ядерных конкурентов и даже 16-ядерный 3Dripper временами вплотную приближать к 16-ядерному Core i9-7960X. Сложно сказать, зачем такой процессор нужен для дома. На нем можно в легкую обрабатывать 4К-видео в несколько потоков и, разумеется, он абсолютно бессмысленный, если его брать чисто для игр. Он оказывается на уровне Core i7-3700X и на 10% слабее Core i9-9900X при большей цене. Так что если вы планируете только играть, это не ваш выбор. Что же касается будущего, то оно достаточно туманно. Ближайший новый процессор это 16-ядерный Ryzen 9, который выйдет в начале осени. Уже очевидно, что это будет решение, которое играющий поборет самый топовый 8-ядерный высокопроизводительный процессор от Intel. Хотя вопрос о том, зачем такая производительность в десктопном ПК остается открытым. Также очевидно, что в играх Core i9-9900K так и останется непобежденным. В конце этого года или в начале следующего, Intel должна выпустить уже черт знает какое поколение процессоров на 14-нанометровой архитектуре, причем топовый чип будет иметь 10 ядер. Страшно предположить его тепловыделение, если 8-ядерный Core i9 может без проблем съесть и 250 и даже 300 ватт. С учетом того, что архитектура останется приблизительно такой же, можно предположить, что такой CPU будет несколько слабее 12-ядерного Ryzen 9 в рабочих задачах и чуть лучше текущего Core i9 в играх. Однако о его цене нет никакой правдоподобной информации, поэтому рассуждать о целесообразности его покупки еще рано. Что касается 10-нанометровых процессоров от Intel, то мобильные их версии показывают просто отличную производительность, оказываясь при тех же 15 ваттах на 20, а то и 40% быстрее предыдущих 12 и 14 нанометровых собратьев, как из стана синих, так и из стана красных. Так что уже можно предположить, что новая архитектура Sunny Cove, кстати звучит как не очень удачная фамилия, будет и энергоэффективной и более производительной на гигагерц. Но опять же, до выхода первых десктопных CPU на ней еще больше полугода, поэтому что-то говорить точно невозможно. В итоге, если вам не интересен 16-ядерный Ryzen, который будет стоить не менее 50 тысяч рублей, и вы не планируете ждать еще как минимум полгода, то сейчас самое время обновлять ПК и покупать новый процессор. Ну что же, вот такой получился выпуск. Если бы я собирал компьютер сейчас с нуля, я бы выбрал Ryzen 3 700X, либо 3 900X, потому что для меня куда важнее рабочие возможности процессора, нежели игровые. Но тут уже выбор за вами. Ссылки на новый Ryzen я оставлю в описании. Если вам есть что добавить или вы не согласны, обязательно напишите об этом в комментариях. А по традиции, вот здесь сейчас появится логотип МК, и если вам нравится то, чем мы занимаемся, и то, что мы делаем, обязательно подписывайтесь. До скорых встреч!